Здравствуйте! В эфире программа новости на телеканале Обгенск ТВ. Поговорим о событиях города и региона в студии Георгия Рузвальта. И Дарья Человекова. Вот о чем расскажем сегодня. Меры по вовлечению в оборот сельхозземель в центре внимания правительства Калужской области. Канун Дня знаний в Наукограде прошел традиционный городской августовский педсовет. Основные темы обсуждения на планерке в городской администрации. В Обгенске состоялся первый шляпный турнир по алтимат фризби. 29 августа губернатор Владислав Шапша провел совещание, посвященное дополнительным мерам повышения эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения. В числе основных спикеров мероприятия были заместитель губернатора Владимир Попов, руководитель управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям Светлана Земченкова и региональный министр сельского хозяйства Леонид Громов. Земельный фонд региона 2,9 млн гектаров, из которых доля сельхозземель составляет 61%. Площадь сельскохозяйственных угодий 1 млн 93 тыс. гектаров, в том числе пашни – 822,5 тыс. гектаров. В течение последних пяти лет нашей области ежегодно возвращается в оборот порядка 20-30 тыс. гектаров. Этого удалось достичь благодаря Государственному земельному надзору и муниципальному контролю, мерам административного воздействия к нерадивым собственникам и изъятию неиспользованных участков, а также субсидиям аграриям на расчистку полей. Самые рачительные хозяева в регионе – Бобынинский, Жуковский, Перемышльский, Ферзиковский и Хвостовичские районы. В них более 80% полей используются по назначению. Значительно отстают от них сдержинские, износковские и ульяновские районы, в которых более 50% заброшенных полей. Это приводит к упущенной экономической выгоде, разрастанию борщевика, несанкционированным свалкам и другим негативным последствиям. В ходе совещания главы этих муниципалитетов доложили о мероприятиях по исправлению ситуации, отметив пробелы федерального законодательства, которые затрудняют работу с невостребованными земельными долями. Владислав Шапша акцентировал внимание на том, что с этого года по поручению президента России запущена госпрограмма эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития миллиардативного комплекса Российской Федерации на период до 2031 года. Он подчеркнул, что работу в этом направлении необходимо активизировать. Губернатор предложил провести семинар, на котором представители Бобынинского района поделились бы своим успешным опытом работы в этом направлении. Содействуя в повышении эффективности муниципального контроля, готовы оказать и специалисты Россельхознадзора. 29 августа в Обнинске состоялся ежегодный августовский педагогический совет. Учителей приветствовали глава администрации города Татьяна Леонова, глава городского собрания Геннадий Артемьев и депутат Госдумы Геннадий Скляр. Все они отметили, что главная тенденция в образовании – особое внимание государства к этой социальной сфере. Руководители школы, учителя Обнинска собрались в актовом зале школы номер 17, чтобы обсудить актуальные вопросы и современные аспекты воспитания и образования. Перед началом работы совещаний представителей системы образования состоялось трогательное выступление воспитанников детского сада «Аленушка». Поднявшихся на сцену с российскими флажками. Почетные гости поздравили собравшихся. Прежде всего хочу присоединиться к этим замечательным поздравлениям с наступающим Днем Знаний. Это праздник, который объединяет людей всех возрастов, всех поколений, потому что в школе, собственно говоря, не только, как написано на фронтоне 17-й школы, будущее начинается сегодня, будущее начинается здесь, именно. Будущее Обнинска, будущее России, оно зависит от того, кто приходит в классы, в аудитории для того, чтобы учить и учиться. Тема «Дни образования и воспитания. Итоги и перспективы» охватывает множество актуальных вопросов. И сегодня на первый план выходят методики воспитания детей, особенно в сфере патриотического воспитания. Ведь сейчас именно на школу возложена обязанность приобщения обучающихся к базовым ценностям и традициям нашего общества. Мы очень долго ждали этого, потому что в течение многих лет основная задача была в школе – это образование. Кроме того, я думаю, что это время вернуться и говорить о том, что школа, она формирует те как раз нравственные ценности, тот национальный код, ту нашу самоидентификацию, о которой мы сейчас говорим с гордостью. И то, что было заложено нашими родителями в нас, нашими педагогами, теперь вы передаете нашим детям и внукам. Выступающие подчеркивали, детей нужно не только учить, но и воспитывать, осознавая значимость патриотического духовно-нравственного воспитания. В условиях вызова сегодняшнего дня угроз, санкции жесткого политического давления на Россию со стороны западных стран. Я думаю, что самая ближайшая важная задача – это статус учителя, система оплаты и уровень оплаты в школе. Вот тема, которая у государства должна лежать каждый день на столе. И я убежден, что мы решим эту задачку так, чтобы она, ее решение нас всех порадовало. В День знаний за школьные парты в Наукограде сядут 16 700 школьников, в том числе 1900 первоклассников. На еженедельной планерке главы администрации Обнинска обсуждались вопросы, касающиеся дорожного ремонта, обновления остановочных павильонов, грядущих культурных мероприятий, эпидемической обстановки в городе. Заместитель главы администрации по вопросам городского хозяйства доложил о текущей ситуации с дорогой на Пяткинском проезде, которую должны были обновлять по национальному проекту. Контракт с подрядчиком расторгнут. В течение 10 дней сейчас документ на расторжение должен вывеситься. После этого проработаем вопрос с заключением со вторым участником торгов по Пяткинскому проезду. Если все сложится, выйдет новый подрядчик и будет доделывать те работы, которые не сделал предыдущий. Скоро начинается осенний месячник по благоустройству. Старт назначен на 5 сентября. Дата завершения 15 ноября. Глава администрации Обнинска поручила коммунальному подразделению продумать, какие автобусные остановки нужны городу. Совсем старые красные пора менять, говорит Татьяна Леонова. Тем более транспортная инфраструктура Наукограда начинает обновляться. У нас с вами новые автобусы современные. У нас с вами цифровая хорошая начинка будет внутри. Дальше. Как цифровизация пойдет в город к жителям? Какие будут остановки? Пожалуйста, посмотрите те остановки, которые бы были и информационные, давали бы людям все необходимые и полезные сообщения о том, когда приходит автобус, есть ли какие-то задержки или еще что-то. И, соответственно, нам с вами нужно готовиться к следующему году и прорабатывать, где мы можем себе позволить поставить современные остановки, где они прежде всего необходимы. Чтобы не было у нас остановок с пластиковыми стеклами, которые одноразовые получаются. Не знаю, как мы с вами все вместе будем бороться с вандалами, но, наверное, все-таки изменение пространства и переход. Ну, каждый раз мы с вами всегда переживаем. А что будет, когда мы поставим там хорошую остановку? Или что будет, когда мы сделаем новую территорию? Ну, мы все равно, мне кажется, людей приучаем. Мы, несмотря ни на что, будем стирать надписи, мы будем все равно ловить нарушителей, мы будем менять все равно город к лучшему. В ближайшие выходные обнинцев ждет диктант победы. Пройдет он 3 сентября. Есть возможность участвовать онлайн и очно. Во втором случае площадками для написания станут школы Обнинска, а также и АТ, и СГТИ. Начальник управления культуры рассказала о готовящихся в ближайшее время мероприятиях. В 12 часов, 1 сентября, мы проводим очередной осенний забег «Бегущая книга». В этом году он посвящен Году культурного наследия России. Тема забега – многовековая культура народов, населяющих нашу страну. Библиотекари разработали 5 маршрутов. В этот же день, в 17 часов, городской дворец культуры приглашает на яркий, увлекательный, познавательный праздник осенний фестиваль «Школа и творчество». В программе – праздничный концерт, научно-творческий квест, при участии лучших студий творчества, интеллектуального развития детей Оминска, знакомство с коллективами ГДК, конкурс рюкзаков «В школу легко», акция по обмену книг, книги читай, добрые дела не забывай, подарки и призы от партнёров фестиваля. Как и всегда, подробнее с афишей мероприятий можно ознакомиться в интернете. Начальник отдела по делам молодёжи рассказала о готовящемся наборе волонтёров для поездки в Первомайск. Мы ведём набор волонтёров-добровольцев для формирования групп, которые смогут помочь в этой гуманитарной миссии. Уже завтра наши ребята от города Оминска отправляются в Первомайск для ведения восстановительных работ и подготовки Первомайска к зимнему периоду. Мы приглашаем стать добровольцами-волонтёрами. Требования к волонтёрам какие? Это гражданство Российской Федерации, обязательные мужчины в возрасте от 18 лет, ответственные, стрессоустойчивые и с желательным опытом ведения строительных и восстановительных работ. Отправится группа волонтёров на две недели, потом их сменит следующее. Заинтересованным лицам нужно обращаться в отдел по делам молодёжи. Помочь нашему подшефному городу восстановить инфраструктуру. Делать это нужно обязательно, потому что сейчас ещё тепло, но месяц-два и будет холода. Люди живут в очень сложных условиях. Школы должны работать, больницы должны работать, котельные и другие инфраструктурные сооружения тоже должны поставлять воду, электричество, отопление. Поэтому обращаюсь ко всем руководителям предприятий и организаций. Посмотрите внимательно на возможности. Я думаю, что каждый сможет выделить сотрудников, которые, например, или занимаются административно-хозяйственной деятельностью, или занимаются обслуживанием учреждений, или которые знают или владеют навыками строительных работ, направить на две недели. По информации главного санитарного врача, за прошедшую неделю в Обнинске зарегистрировано 180 новых случаев ковида. На планёрке выступил и начальник 3-го пожарно-спасательного отряда Иван Дьяченко. Он вновь напомнил о строжайшем запрете разводить огонь на дачных участках или на природе, тем более, когда риск возникновения пожара настолько высок. 27 и 28 августа в Обнинске впервые прошёл турнир по «Алтимат Фризби». Шляпный турнир собрал большое количество участников, любителей и профессионалов из разных регионов нашей страны. Во второй день мероприятия для всех желающих была организованная экскурсия на первую в мире АЭС. Полина Губанова, чемпион Европы по «Алтимат Фризби» 2019 года на песке. Девушка впервые пришла в этот вид спорта, будучи студенткой в университете, решила разнообразить уроки физкультуры. А потом втянулась, игра очень понравилась, вот уже такие высокие результаты. Интересно, чем же отличается профессионал от любителя? Разница, очевидно, в знаниях. Скорее всего, физической подготовки, если человек раньше чем-то серьёзно не занимался. Наверное, знания и опыт очень много дают в этой игре. Игра довольно, я считаю, интеллектуальная. В ней много разных тактик, разбежек, много разных нюансов. Поэтому опыт, огромный опыт, конечно. Организаторы турнира постарались подобрать сбалансированный состав участников каждой команды. Всего в Обнинск приехало 64 участника, которые распределились в 8 команд. География спортсменов и любителей фризби широкая. Ребята приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Черноголовки, даже Красноярска. Этот вид спорта, на самом деле, становится всё более и более популярным. И он развивается в этих городах. И формат шляпного турнира как раз он подразумевает, чтобы игроки сами регистрировались, приезжали. И формировались команды случайным образом уже здесь. Тем самым повышая уровень слабых игроков. То есть у нас в Обнинске, например, развит этот спорт, алтимат фризби на любительском уровне. И мы как раз пригласили как можно больше профессиональных игроков, чтобы повысить уровень игры. Влад Куликов, представлявший команду из Обнинска, уважает этот вид спорта за драйв, динамику, скорость, принятие решений на поле. Несмотря на небольшой опыт в этой игре, принял участие в турнире с большим энтузиазмом. Играть рядом с опытными спортсменами значит узнать много нового. Совершенно всё по-другому. Небольшое смущение всё равно присутствует. Я второй год играю. А так очень интересно. Ребята очень много рассказывают. Очень много ходов, очень много теории того, что нам не хватает на нашем любительском уровне. Игры шляпного турнира по алтимат фризби продолжились до 7 вечера. Все остались довольны мероприятием. А на следующий день у желающих была возможность отправиться на первую в мире АЭС. Обнинск – гостеприимный город и, как и прежде, во многих направлениях старается быть первым. Это всё на сегодня. Следите за нашими новостями в группе «Обнинск онлайн» ВКонтакте, в Телеграм-канале, а также на Ютуб-канале. Об интересных событиях в Наукограде и окрестностях расскажем в очередном эфире программы «Новости», которая выходит по будням в 19 часов. До свидания.